Давайте рассмотрим простую графику в хоум-лиспе. Обычно начинающих программистов это сильно привлекает. Ну, потому что это живо, это наглядно. Наверное, это правильно, я не буду с этим спорить. Хотел бы сделать только одно замечание. Если вы возьмете полный настоящий хоум-лисп, то с графикой у вас возникнут проблемы. Вам придется подключать дополнительные библиотеки, например, TK-Inter или аналогичную, и разбираться, как ей там пользоваться. Есть интерфейсы между LISP и графическими библиотеками третьих фирм, но к LISP эти вещи как таковому не относятся. Это просто список функций, которые нужно правильно вызывать в правильном порядке. Разработчики Common LISP и стандарта Common LISP решили не включать графику в язык. Но графика это серьезная, но, в общем, дополнительная для языка тема. И поэтому пользователи серьезных профессиональных пакетов должны сами решать эту проблему, искать какие-то готовые графические библиотеки, ставить их, стыковать. Это вызывает свои проблемы. Но некоторым нравится эти проблемы преодолевать. Есть вообще люди, которые ничего не программируют, а только инсталлируют и сносят. Инсталлируют и сносят. Вот Home LISP построен на других принципах. Язык очень простой. Набор возможностей в нем по сравнению с Common LISP, он несколько скромнее выглядит. Но зато сюда включено все, что может понадобиться для таких простых программистских изысканий, в том числе и графика. Ну, давайте разберем, как она реализована в Home LISP. Это просто. Не думаю, что это вызовет какие-то трудности. Основой графики или конвой, по которой выполняется рисование, является графическое окно. Графическое окно создается в базовой функции GRV Create. И, кстати, все функции графики начинаются на GRV. Ну, это график Windows, графическое окно. Значит, создание графического окна принимает вот такие параметры. Значит, Atom, который превратится в идентификатор этого окна. Все дальнейшие действия с окном мы выполняем через этот идентификатор. Дальше. WH, ширина и высота в пикселах. Это должно быть число, ну, целое число. Ну, не слишком больших размеров. Дальше. Строка заголовок окна. Это string. И цвет фона. Цвет фона – это битовая шкала. Вот это, наверное, первый случай, когда нам понадобились битовые шкалы. Потому что цвет удобно представлять так называемые RGB-нотации, где три поля отвечают за соотношение красного, зеленого и синего цветов. Вот. Имеется в библиотеке Home List по умолчанию вставлено много стандартных цветов, стандартных констант. Они все начинаются на подчерк, ну, на подчерк white, подчерк blue, подчерк green и так далее. Вот. Если все прошло благополучно, то окно создается, но при этом ничего не происходит, потому что окно создается невидимым. Вот. Возвращается идентификатор окна, и этот атом в списке свойств получает флаг window, стандартный флаг, у него это стандартный индикатор, который вы можете в прошлой лекции посмотреть, и набор свойств. Ну, во-первых, вот тут видно, когда мы создали окно на атоме W размером 200 на 200 с заголовком проба и цветом white, у нас атом W получил длинный такой хвост свойств. Ну, во-первых, что это окно, во-вторых, ширина 200, высота 200, заголовок проба, цвет заднего плана, ну, вот так, FFFF, это как раз чисто белый, кто знает. Ну, и внутренний номер окна 1, это число предназначено для исполнительной среды home-lispa, а не для программиста, но оно светится, то есть его можно увидеть. Вот. Окно является невидимым. Если мы хотим его отобразить, нужно вызвать функцию GRV show. Значит, она принимает три параметра. Первый параметр – это идентификатор окна, и он является обязательным. А два других – необязательные параметры, их можно не указывать, тогда окно вернется там, где, как говорится, Бог на душу положил, а если мы зададим две координаты, то окно будет отображено в левом верхнем углу, заданном вот этими двумя координатами. Они задаются тоже в пикселах относительно левого верхнего угла экрана. Вот, например, как выглядит результат последней команды. Мы создали окошечко с заголовком проба, тут перед заголовком в квадратных скобках указывается идентификатор этого окна для удобства программирования, чтобы знать, в каком окне что происходит. Обратите внимание, что это окно нельзя закрыть крестом и нельзя распахнуть, но можно свернуть кнопочка сворачивания активно. Кроме того, у этого окна встроено два меню «Сохранить и печатать». Это значит, что мы можем все, что есть в этом окошке, вручную сохранить в графический файл и даже напечатать на принтере при очень большом желании. Свойства окна можно менять. При этом как раз выполнение замены, он как раз выполняется через список свойств. А список свойств мы рассматривали на прошлом занятии. Но, в частности, я хочу занести put-prop back-color, цвет заднего плана, он у меня white, а я его делаю gray, то есть серым. И после этого у меня, если я эту команду выполню и окно у меня отображено, то оно мгновенно станет серым. Окно после изменений. Ну, теперь так называемые графические команды или графические примитивы. Каждая из них очень простая команда, она выполняет какое-то фиксированное конкретное действие. Ну, вот тут некоторые, не все, а все остальные в документации, но некоторые из них вот показаны. Во-первых, очистка окна GRV-CLS, рисование линий между двумя точками с заданным цветом, рисование окружности, эллипса, рисование прямоугольника, рисование заполненного прямоугольника. GRV-Pset – это функция, позволяющая поставить точку с заданным цветом. Ну, и еще довольно много других подробностей в документации, нет смысла их тут перечислять. А вот что есть смысл, так это объяснить, что такое мировые и экранные координаты. Смотрите, если мы хотим в графическом окне нарисовать что-то из реального мира, то вот это что-то в реальном мире может иметь любую метрику. Это может измеряться метрами, если мы рисуем дом, или миллиметрами, если мы рисуем какую-то миниатюрную детальку. А на экране все мерится в пикселах. Так вот, можно сделать так, чтобы автоматически рисовать в мировых координатах. Для этого нужно выполнить операцию масштабирования. Ее выполняет функция GRV-Scale, которой нужно на вход при данном окне, id – это идентификатор окна, задать x-min, x-max, то есть минимум и максимум по оси x и минимум и максимум по оси y. Ну, я напоминаю вам, вы, наверное, знаете, что ось x расположена горизонтально, ось y расположена вертикально. При этом числа x-min, x-max могут быть отрицательными. Смотрите, если мы не выполнили масштабирование, то левый верхний угол нашего окна имеет координаты 0,0. Ось y направлена вертикально вниз ее увеличение, ось x направлена слева направо ее увеличение. Это страшно неудобно. Вот если мы зададим x-min, например, число отрицательное, x-max число положительное, y-min число отрицательное, y-max число положительное, то у нас центр координат мировых переместится в середину окна, и получится система координат, к которой мы все привыкли. Я рекомендую вам это сделать. Мы сейчас будем несколько позже рассматривать подробный пример, как рисовать, и вы увидите, как это практически делается. Значит, можно сохранить то, что мы там нарисовали, аж в трех форматах. Ну, в формате BMP, в формате GIF или в формате JPG. Для этого есть функция grv-save-peak, в которой мы указываем окно. Дальше указываем, но тут на самом деле немножко ошибся, 0,1 или 2. В зависимости от того, что мы задали, будет либо BMP, либо GIF, либо JPG. И имя файла. Соответствующий графический файл создается под этим именем. И есть обратная операция, когда мы берем окно и загружаем в него графический контент из графического файла. Например, из BMP, или из GIF, или JPG. При этом геометрические размеры окна имеют значение. Если мы третьим параметром функции grv-load-peak зададим 0, то произойдет отсечение, то есть окно вырежет левый верхний угол. Если же мы зададим единицу, то окно смасштабируется. При этом у нас, ну понятно, что если размеры по горизонтали и вертикали разные, то у нас может произойти искажение, но, по крайней мере, весь контент разместится в графическом окне. Для рисования, для проведения линий, прямых, кривых линий, имеется одна универсальная функция grv-set-parm, которая одним вызовом настраивает целую кучу параметров. Ну, естественно, она привязана к окну. Первым параметром всех графических функций является окно, в котором мы что-то делаем. Значит, мы можем задать ширину линий, либо она будет тоненькая, либо она будет более жирная. Мы можем задать стиль заполнения, можем задать цвет, которым будет выполняться рисование, и можем задать цвет фона. Ну, вот так. Есть еще одна проблема. А как насчет печати текста в графических окнах? Вот иногда мы рисуем, а иногда нужно что-то и напечатать. Ну, например, мы рисуем график функции и хотим на оси координат сделать разметку. Значит, нам надо напечатать там числа. А как же печатать текст? Значит, для того, чтобы печатать текст, сначала нужно задать шрифт. Для этого служит функция GRVFONT. Опять-таки, как и любая функция класса GRV, первым ее параметром является графическое окно, в котором мы работаем. Дальше. Наименование фонта. Например, курьер или таймс. Размер его в пунктах. Признак жирности и признак курсива. Два последних параметра – это t или mil. Соответственно, можно сделать жирный, курсив, но другие возможности шрифтов не поддерживаются. Но когда мы установили шрифт, мы с полным правом можем в нужном месте печатать текст. Команда GRVPRINT рисует текст, ну, печатает его, рисует, фактически прорисовывает текст в окне, заданном идентификатором id, начиная с позиции x, y. Текст задается строкой, и цвет текста задается пятым параметром color. Color – это тоже битовая шкала, либо стандартная константа из поставки home nisp. Иногда бывает нужно при программировании графики получить от пользователя какой-то отклик, ну, получить код клавиши. Те из вас, кто знакомы с языком basic, наверное, вспомнят, в basic, в старом basic была такая функция in key, которая возвращала код нажатой клавиши. Или переводила программу в состояние ожидания, пока пользователь не нажмет клавишу. Ну, вот тут такая возможность тоже реализована. Поскольку это функция графического окна, то первым параметром является графическое окно, а вторым параметром необязательным является время задержки в миллисекундах. Значит, эта функция, она несколько хитрее, чем в basic. Если мы не задаем время задержки, то функция просто возвращает код нажатой клавиши или пустую строку, если никакая клавиша не нажата. Если мы задали время задержки, то после вызова, ну, скажем так, текущий поток на заданное количество миллисекунд приостанавливается. Иногда это бывает нужно для какой-нибудь простенькой анимации. Значит, окна, которые отобразили, их можно скрыть. Для этого служит функция GRV Hide. Ей мы указываем окно, которое мы хотим скрыть. Окно исчезает с экрана, но остается в оперативной памяти. Его потом можно опять отобразить. Ну и, наконец, есть довольно удобная функция, которая позволяет вообще все графические окна с экрана убрать. GRV Hide All. У нее нет параметров, и она просто убирает все окна. В действительности, при работе в интегрированной среде, вот с программой Home List PDE, там в панели инструментов есть кнопочка, которая позволяет управлять окнами вручную. Показывает список всех окон, и любой из этих окон можно отобразить, скрыть или удалить из памяти. Удаляет окна функция Destroy. GRV Destroy уничтожает окно, заданное своим идентификатором. Ну а если надо все окна убрать, то есть функция без параметров GRV Destroy All. Она уничтожает все графические окна. Давайте в качестве примера напишем код, который нарисует нам двоичное дерево. Если вы помните, мы с вами двоичным деревом хорошо позанимались, мы знаем, что это такое. Но сейчас речь идет не о том, чтобы размещать в списке какие-то числа и потом выстраивать их в виде дерева, а просто нарисовать двоичное дерево как рекурсивный рисунок. Вот, смотрите, вот функция, которая рисует дерево. Обратите внимание, что в ней вы пока не увидите ни одного графического вызова. Что делает функция Draw t? Она принимает текущие координаты, от которых мы рисуем очередную ветвь x и y. Она принимает смещение по оси x и смещение по оси y по оси x вправо и влево, а по оси y только вниз. Потому что дерево у нас будет расти, корень у нас будет наверху, а ветви будут внизу. Ну и необязательный параметр r – это порядок дерева, сколько количество уровней, которые мы хотим нарисовать. Значит, если n равно 0, то мы просто возвращаем r. А в противном случае мы рисуем, отступив от текущей точки вправо и влево на dx и вниз на dy, рисуем два ее дочерних узла. При этом в качестве порядка дерева указываем n-1. И после этого мы результат, ну на самом деле lr – это левая часть дерева, rr – это правая часть дерева, а серединка дерева – это список из четырех чисел x, y и x плюс dx, y минус dy и x минус dx, y минус dy. Короче говоря, вот в этой функции мы просто не рисуем, по сути дела, а мы просто генерируем координаты точек, которые мы потом будем соединять. Здесь нет ни одной графической команды. Ну, программа не особо сложная. А вот, собственно, программа рисования. Ну, вот тут уже есть графика по полной программе. Смотрите, что здесь происходит. На вход эта программа принимает порядок дерева. Три, четыре, пять, ну, больше восьми уже будет слишком мелко. Сначала мы генсимим символ w, чтобы у нас не было пересечения по именам окон. При этом при каждом запуске у нас окна будут разные. Дальше мы начинаем рисовать наше дерево, начиная с координаты 0,100. А координата 0,100 – это середина окна по оси х и вверх по оси у. Это середина верхней планки нашего окна. Ну, смещаясь вниз и вправо на 40 и 20 единиц. Дальше. Значит, вот этот x, y сгенерирует нам последовательность узлов этого дерева. Но их надо еще отобразить. Отображаем мы их так. Сначала создаем графическое окно размером 300 на 300. Пишем в заголовке бинарное дерево и делаем фон белым. Устанавливаем шкалу, выполняем масштабирование, чтобы у нас левый край экрана соответствовал x минус 100, правый край экрана плюс 100, чтобы верх экрана составлял минус 100, низ экрана 100. Потом задаем ширину линии. Ну, я делаю линии чуть пожирнее, чтобы это симпатичнее выглядело. Цвет заливки красный и цвет переднего плана белый. Можно было их не переопределять. Отображаем графическое окно, а потом проходим по списку пар и смотрите, как мы делаем. Функция GRVLINE принимает на вход окно, в котором мы рисуем это W, x, y первой точки, x, y второй точки. И смотрите, что мы делаем. Мы применяем здесь функцию MAPCAR, которая обеспечивает прохождение по этому сложному списку x, y. А этот список состоит из четверок чисел. Из списков, содержащих четыре элемента x1, y1, x2, y2. x1, y1, x2, y2 их нужно просто соединить прямой. Тут уже можно соединять, не думая. И мы соединяем их прямой, проводим ее цветом красным и после завершения возвращаем ок. Вот посмотрите, какая получается картинка. Это мы ввели дерево раз, два, три, четыре, пять... Это дерево, по-моему, шестого порядка. Если бы мы задали N еще на единицу больше, то у нас оно бы стало ветвиться еще больше. Ну, я так вот эти размеры на предыдущей картинке 40, 20 и вот здесь 0,45, 1,1 я подбирал вручную методы пробы ошибок, чтобы картинка была по возможности симпатичной. Вот так работает графика. И те из вас, кто захотят продолжить работу со мной уже, так сказать, персонально в мастерской, я вам еще хотел показать рисование графов и их обход с элементами анимации. Вот можете, при желании, можете посмотреть на это. Ну, а сейчас мы опять прерываемся, потому что следующая тема у нас, и, наверное, последняя в этом курсе, это создание графического интерфейса пользователя. Продолжение следует... Продолжение следует...